это помпанелла одна из очень необычных помпонных роз в моем саду вот сейчас у нее полный роспуск практически все бутончики цветут и здесь их 10 или даже 11 на ветке на прошлой неделе показывала как цели первые цветочки вот этот первый цветочек в центре уже цветает он стал таким светлым практически сиреневым роза имеет помпонную форму цветков они никогда полностью не раскрываются и не загибаются обратно вот такие шарики по 7 9 сантиметров роза с поникающими побегами то есть здесь я покажу насколько если тонкие побеги то как она ложится практически на землю бутонов у нее на каждой ветке даже если это слабые ветки будет много цветут они продолжительно в принципе до трех недель ее цветение может длиться за счет того что первые цветки распускаются держатся чуть более недели потом зацветает основная масса и те бутончики которые еще не успели распуститься они потом начинают распускаться когда основное цветение заканчивается эту розу иногда путают с розой раубриттер но она очень отличается не от нее во первых у нее более яркая окраска лепестков более розовые до форма примерно похожая но вблизи немножечко все таки есть отличие во первых роза гораздо крупнее лепестки у нее более густо набитые и полностью так не раскрываются как ураубриттер более ярко розовые аромат приятный более сильный чем ураубриттер гроздь гораздо крупнее и более сжатая ураубриттер она растянута по соцветию скажем так как угрозь гроздь винограда здесь все как-то собраны более кучно по листве листва здесь у pink у помпанелы глянцевая светло-зеленая шипы такие относительно редкие то есть где-то можно найти место взяться за стволик беленькие ураубриттер же очень агрессивные шипы их много там взяться негде они разного размера мелкие и крупные и листва там гораздо мельче и имеет очень много шипов с обратной стороны здесь же практически шипов на листве с обратной стороны нету есть но очень очень мало вот такие мелкие сейчас середина июля массовое цветение розы помпанелы роза хорошая ничем не болеет только кля на нее нападает у меня по крайней мере в саду она в болезнях других не была замечена эту неделю шли дожди и вот как вы видите на бутонах на загнивание никаких признаков нету в бутонах это никак на цветение не сказалось они все равно такие же ярко розовые не загнившие распустились лепестки не осыпались даже у этого цветающего бутончика немножечко если присмотреться кое-где есть немножечко разводы загнивание но это нормально роза цветает и даже такую погоду когда нету ливнев они бы примерно также выглядели этой розе нужно опора потому что она склонна к разваливанию него достаточно тонкие и длинные побеги эти по 80 сантиметров но она может вырастать и гораздо больше поэтому ее нужно подвязывать иначе вот так вот будет лежать все на земле и всю красоту вы не сможете увидеть они будут такие чумазенькие в принципе для срезки она тоже годится но в составе букета где будут другие цветы хотя бы в виде зелени ее поддерживать очень долго я искала эту розу помпанеллу не с первого раза она мне попалась все время то пересорт был то и не было заказе ждать приходилось несколько лет ну хотя это не самая редкая роза но я очень довольна то что она у меня растет растет второй год в прошлом году были очень высокие температуры 36 жары и она очень сильно запекалась вот поэтому могу сказать что до дождя она не боится а вот запекание очень очень даже это роза помпанелла